Всем привет, с вами Хантас и сегодня мы с вами продолжим выполнять квестовое задание в игре Grimsal. Как помним по последним роликам мы остановились с вами на задании, нам нужно было 20 кольев построить. Так, выполняем, отправляем ворона и нам необходимо обновить задание, обновляется оно путем перезахода в локацию, то есть в локации именно наша крепость. Выходим, заходим. Сразу на базе появляемся. Где следующее задание? Так, ну вот я два раза перезашел, задание не появилось, у меня есть предположение, что задание появится у нас, если мы вообще на другую локацию выйдем. Давайте я проверю. Ну вот я пришел с соседней локации и задание обновилось, то есть в последнем обновлении получается поправили и перед заходом просто на своей базе задание не обновляется, только посредством перехода с другой локации. Так что же у нас дальше получается, бронза, медь проста в обработке, но она слишком мягкая для хороших доспехов, поэтому еще в древности люди изобрели сплав олова и меди и назвали его бронзой. Выплав несколько бронзовых слит, это позволит тебе начать производство снежения более высокого качества. Ну в принципе, вот кстати, большой минус в этой игре, то что бывает и сундуков у нас делаешь, а потом у тебя в задании появляется еще 5-10 сундуков сделать, это нелогично. В принципе, у меня этих слитков я наплавил для себя, но мне сейчас придется по новой все это делать. Так, ну благо у меня с оловом, со всем прочим все в порядке, но это просто займет времени. И кстати, если кто не знал, сжигайте доски, а не простые бревна, потому что где-то на 1 четвертую они больше экономятся. То есть, все равно, доски делаются один из одного. И, то есть, в принципе, вы вышли куда-нибудь в локацию, поставили делать доски, приходите, закидываете опять бревна, забираете доски и закидываете в топку непосредственно их. Так, олова, то есть бронза у нас как делается. Так, это не то я делаю. Так, мышка неэдакватная. Двадцать слитков, ну мы как поступим? Так, да что ж ты, мышка-то? Десять сюда, десять сюда. И вот так вот. Ну и все, процесс пошел. Девятнадцать минут делается один, то есть двадцать минут. Если десять, получается, ну достаточно большой промежуток времени займет. Возможно, видос даже не сегодня выйдет, а завтра. Итак, я наплавил. Нужное количество слитков. Это двадцать. Слитков, прошу прощения. Бронзовых. Для выполнения задания. Так. Управляем ворона. Обновляем задание. У нас следующее задание называется «Опасное соседство». Если ты читаешь это письмо, знай, я должен предупредить тебя об угрозе, которую ты не подозреваешь. Но для начала тебе нужно получить полное представление об этих землях. Загляни в самый опасный лес, какой окажется в досягаемости и посмотри, кто его населяет. Посети сосновую чащу. Так. Самый опасный лес. Это, мне кажется, подразумевается три черепа. Сосновую чащу. Сосновый поселок. Сосновый лес. Да. Так. Ну, давайте я сбегаю туда по-быстрому и вернемся уже при выполнении. Так. Сдаем задание. Отправили ворона. Обновляем локацию. Так. Следующее задание у нас. Уют в доме. Немного освоившись и получив первые навыки выживания, стоит заняться обустройством своего жилища. Таясь в подсвечнике. В каждой комнате свет будет согревать твою душу даже тогда, когда за окном беснутся твари, пришедшие из глубин самой вечной тьмы. Опять подсвечники. Нужно. Так. Как они у нас крафтятся? Так. Четыре свечи, семь проволок. Нифигаси, сколько меди нужно? Это 50 меди для выполнения задания. Нужно 35 проволоки. И... Получается стэк свечей. Ну, в принципе, у меня, кажется, есть все, кроме свечей. Так, что мне... Ну, в принципе, да. Ну, мне придется пару раз забегать в локацию с тремя черепами, чтобы... Вот, кстати, только недавно-недавно стэк свечей закинул сюда вот. Ну, поторопился. Ну, ладно. Отправлюсь в локацию. Накрафчу. Вернусь, когда уже буду сдавать. Ну, либо расставлять все эти свечи. Так, я нафармил нужное количество свечей. Так, получается, пять подсвечников. Ну, в принципе, достаточно. Давайте пять скрафтим. Так, места вроде бы должно хватить. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Так, куда же мы их поставим? Так, давайте один вот сюда. Угу. Куда угодно можем поворачивать. Так, давайте один так. В доме я, наверное, поставить не смогу, потому что у меня все занято. Вот на дом. Ну, так. Ставится на дощатый пол или лучше? Угу. То есть на простой так же я не смогу. Вот почему в доме он не показывает. Так, у меня где дощатый пол? Здесь? Здесь? Вот ночью, наверное, и очень эффектно будет смотреться. Ну, в принципе, давайте я просто сейчас навтыкаю, где у меня есть место. То есть вот подряд пять сюда поставлю. Потому что мы потом эти в любом случае можем разобрать и переставить. Если мнение у нас поменяется. Сейчас. Просто подряд. Ну, я потом в любом случае переставлю, как мне лучше будет. Потому что базу я начал еще больше улучшать. Так, задание сдаем и обновляем локацию. Следующее задание. Тактика ближнего боя. Если ворны смогли достать и это письмо, значит, ты жив и что знаешь, о чем это земля. Теперь уже что-то мореет. Так, господи. Чудовище. Встречались проплитые рыцари. Они по-настоящему опасны. Стараюсь держаться от них на расстоянии в этом. Поможет ли борда или на худой конец и ила? Десять штук их нужно убить. Так, ну, нам опять дорога. Локацию с тремя черепами. По факту, как я их убью, мы с вами продолжим выполнять. Разбиваем моську последнему проклятому рыцарю. Идем сдавать задание. Так, обновляем. Следующее задание у нас называется горькая настойка. В бою очень важно быстро восстановить здоровье. В этом тебе поможет кадежская горькая настойка, которую несложно сготовить из пирта. Выпей несколько флаконов. Уверен, ты сразу оттенешь ее достоинство. Двадцать флаконов горькой настойки. Она у нас крафтится таким образом. То есть, спирт, одна ткань и шесть ягод. То есть, спирт, тягу у нас гонится таким образом. В столе травника. Из пять ягод, барай, яйрышника и пустоя склянка. Кстати, до обновления, предпоследнего, намного больше склянок падало. Сейчас очень мало падает. Так. Ну, за мной, ребят, не повторяйте. Это неблагорассудно. То есть, лучше использовать, конечно же, где-нибудь при фарме. У меня просто нет времени. Я поэтому как поступлю. Еще раз повторю, не повторяйте давно. Сдаем. Обновляем. Обновили. Следующее задание у нас в подземелье истязатели. Когда-то рыцари и храмовники были верными служителями империи. Но все это в прошлом. Теперь у них другие покровители. Найди вход в подземелье. Ордена истязатели. Если сможешь, пролей кофе отступников, чтобы очистить имперские земли. Скорее. Посетите руины над подземельем истязателей. И... Вообще-то это задание уже было. Сначала у нас попросили или перемиксовали задание от отрекшихся подземелья. Возможно, мне просто приснилось. Ну, давайте сходим. То есть, руины это непосредственно надо. Я даже выкладывать ничего не буду, потому что я там всех зачистил. Даже, возможно, где-то лут оставил. Ну, давайте выдвинемся. По 7 истязатели у нас находятся в правой части. То есть, оно у нас якобы более сложное. Мне кажется, будет нежели... Подземелья отрекшихся, то есть, здесь 3 сунточка нарисованы. То есть, возможность лута. А здесь 4. Давайте дойдем. Если там что-то будет интересное, что вряд ли. То я вам покажу. Но мне... Помнится, что я там уже все зачистил. То есть, скорее всего, мы увидимся уже с вами у клетки с ворнами. В ожидании следующего задания. Вот я зашел в подземелье истязателей. И что я вижу? То есть, отчетливо видно, что я тут был. То есть, есть труп лежит. И там... Также цари спаунились по новой. Это, похоже, цап новый. Мобу там вот рыцарь проклятый стоит. А может, я их просто не убивал? А задание, кстати, выполнилось. То есть, не обязательно их всех убивать. Хорошо, что я с собой взял оружие. Но, к сожалению, с хилом все плохо. Так. Там у нас кто стоит? Кто журец? Да что ж... Без хила не смогу. Смогу взять так? Ну вот. То есть, я все здесь залутал. Здесь делать нечего. Валим отсюда. Здесь у нас просто рыцари стоят. Так. Идем домой. Задавать задание. То есть, я же проверю. Оно у нас выполнилось. Так. Вот очень интересно. То есть, он нам все задания давал твой друг. А здесь вдруг какой-то Себастьян Кер. Да, везде. То есть, это он как бы вышел из инкогнито? Забавно. Так. И следующее задание у нас. Так. Сначала нужно обновить. И так. Следующее задание. Вредь. Твои соседи смогли неплохо спрятать свои пожитки. Пришло время нанести им еще один дружеский визит. Зарви стены их жилища и забирай все, что сможешь унести. Я надеюсь, ты умеешь обращаться с парковыми бомбами. Если нет, начни с изучения рецептуры черного пороха. Тем собери подходящую бомбу. И будь осторожней с порохом. Заби две стены, двери или окна соседей. Ну, данное задание я сейчас выполнять не буду. И как мне писали ребята, то есть, это задание последнее. И добавилось оно, соответственно, в последнем обновлении. То есть, вообще, сейчас неблагоразумно крафтить эти бомбы. Потому что, чтобы черный порох сделать. То есть, вот селитр. Сейчас я вам покажу, сколько за все время я набрал. То есть, 30 штук. Это получается всего лишь один уголь. То есть, уголь и сера очень редко падают. И они падают только в ночном схроне. Ночной схрон у нас, соответственно, появляется не всегда ночью. Получается, ну, не знаю. Навскидку скажу, что 60 раз необходимо вот это все зафармить. И ради одной бомбы. И неизвестно, что там заспавнивается в этих сундуках у соседей. Ну, в принципе, это две стороны монеты. Тут что не уходит он. Потому что, если был бы легкий крафт-бомб, то легко бы нас зарядили. А с одной стороны, то есть, есть плюс то, что очень трудно крафтиться. Они и как бы наши пожитки тоже будут в более-менее безопасности. Ребят, на этом задании мы все. То есть, еще раз повторюсь, как ребята писали, это задание последнее. Я вас ознакомил со всем, в принципе, списком заданий. Ну, выполняйте их, от нечего делается. То есть, я их выполняю чисто то, чтобы вас ознакомить. Ну, к примеру, вот 20-куркой настойки выпить. То есть, ну, параллельно вы когда крабите. И, соответственно, если вдруг решили ее взять с собой, то да, конечно, почему нет. А так лучше копить ее на какие-либо подземелья, либо вдруг босса добавят. На этом все. С вами был Хантас. Подписывайтесь на канал, поддерживайте лукасами, чтобы быстрее выходили новые видосы. Также не забывайте про колокольчик. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok